так поломка у нас непредвиденная ручной стартер куда-то замотала размолотила внутри все что-то все теперь что-то здесь ручку оторвало веревку заклинило ключи с собой не взяли все отец поехал за ключами сейчас будем разбирать ремонтировать полевых условиях так пока немножко расскажу значит про управление значит что у нас есть для для управления у нас есть четыре педали 4 педали это у нас 1 1 передача это у нас вторая передача это тормоз а это задняя то есть задняя передача включается педалью очень и очень много времени экономит очень удобно быстро работать то есть нажал вперед едешь вперед на зал назад сразу же видишь назад прекрасно так еще у нас что вот здесь вот эта вот пимпочка которая переключает пониженную повышенную передачу в редукторе передаточное отношение редуктора 17 7 то есть на самой низкой передачи на пониженной 17 передаточное отношение на повышенной передаче передаточное отношение 7 дальше еще у нас понижение идет вот здесь вот вала редуктора к валу колес здесь примерно в два с половиной в три раза на маленькая звездочка нас 13 зубьев так она большой что-то около 30 1 зуба и так значит 4 педали сказал теперь как эти педали работают как идет переключение а вот еще не сказал по вот этот рычаг здесь у нас идет два ремня то есть вот здесь у нас маленький шкив здесь большой шкив то есть идет понижение вот эти два шкива одинакового размера соответственно здесь идет как бы прямая передача не повышение не понижение вот этим рычагом сюда ведем защелкиваем здесь защелочкой все то есть натянута у нас вот этот ремень работает вот эти маленькие шкиф большой шкив то есть это как пониженная передача надо включить большую скорость берем нажимаем переводим рычаг сюда здесь он защелкивается и соответственно этот ролик нас натягивает уже вот этот ремень между вот этими одинаковыми шкивами получается скорость уже больше то есть удобно очень рычагом можно вот здесь варьировать уже повышенная пониженная то есть получается у нас можно переключать пониженная повышенная вот эти рычагом и пониженная повышенная пимпочки пимпочки на редукторе и кстати здесь отец придумал такую классную штуку вот эта вещь чтобы зацеплялся крючок когда если ремень растянется чтобы не переделывать ее просто барашек откручиваем вот эту пластинку чуть-чуть дальше выдвигаем и опять закручиваем барашек то есть все просто прекрасно регулирование и соответственно тоже самое здесь в будущем сделаем пока здесь просто жестко приваренная штучка так соответственно дальше теперь значит здесь у нас вал двигателя это у нас промежуточный вал это входной вал редуктора здесь нас тоже две передачи первая передача вторая передача и третий ремень это у нас задняя передача педалька то которая задняя передача нам просто вот так вот нажимает на мотоблоке сделано сюда нажимает и вот этот большой шкив здесь нас плоская поверхность не клиновая ремен пиро ремень перевернутый не все задние передачи ну вот так вот едем едем назад отпустили нажали переднюю вторую передачу вот она вторая передача этот ремень натянулся поехали на передачи надо первую нажали первую педаль вот этот ролик натянул ремень все поехали на первой передаче то есть первая вторая задняя ну и дальше пошли еще способы переключения передач то есть все сделано очень удобно получается у нас всего восемь передач вперед и четыре передачи назад но 8 вперед потому что у нас здесь 2 здесь 2 и там 2 то есть перемножаются эти числа мы получаем 8 передач вперед назад почему 4 потому что у нас назад здесь одна передача здесь 2 и там 2 перемножаются все эти числа мы получаем 1 умножить на 2 умножить на 2 мы получаем 4 передачи назад то есть очень большой диапазон выбора передач. Это просто прекрасно. Что еще хочу сказать. Вот здесь как сделано. Вот этот рычажок на пружинке поднимает вот эти крючочки. И все. Барашек подняли. Все. Зацепили. Все очень грамотно продумано. Повышенная. Вот так пониженная. Так нейтральная просто. И здесь, кстати, получилось, что вот эти два ремня, они одного и того же размера, если сейчас не ошибаюсь. По-моему, один и тот же размер подходит на вот эти все шкивы. Взаимозаменяемость. Усилие здесь небольшое. Раньше у нас, когда не было хода уменьшителя, здесь были достаточно большие усилия. И ремни все-таки изнашивались. Сейчас здесь усилия уменьшились раза в три. Поэтому здесь не нужно даже сильно натягивать ремень. Чуть-чуть буквально натянул. И все. Никакого проскальзывания нет. Отлично работает. Что касается вот этих вот ремней двух. Эти ремни уже как пять лет назад мы их и поставили. Так до сих пор ничего с ними не бывает. Здесь усилий еще меньше. Еще меньше, чем здесь. Вот здесь педальку видно. Вот она, педаль первой передачи. Нажимаем на тросики все это. Вот он, тросик выходит здесь. Все поджимает первую скорость. Так, кстати, хотел вам сейчас сказать про вот этот шкив. Вот этот шкив от старого советского мотоблока Каскад. Он двухручьевый. В одной здесь клин, а в другой просто плоская поверхность. Специально для, чтобы была реализована задняя передача. Так вот, кому нужен такой шкив, сейчас такие шкивы к мотоблоку Каскад уже не найти. Но сейчас продаются такие же шкивы, такие же по размеру от мотоблока АК. От мотоблока АК, да. Поэтому, если в магазинах будете спрашивать, спрашивайте на мотоблок АК. Полторы тысячи примерно стоит. Только он здесь не сплошной цельный, как спицы, литые спицами такими. Как литой диск сделан. Так, ну вот, что тут еще у нас. Сиденье поставили от иномарки. Стало гораздо удобней. Так, здесь у нас тележка крепится, присоединяется. Здесь у нас как бы редуктор закреплен, чтобы он никуда не делся. Вот этими гайками на резьбе можно регулировать натяжение цепей. Вот этих. То есть, подъем и опусканием редуктора можно регулировать натяжение цепей. Так, руль. Рулевое управление, как у нас сделано. Так, вот сверху, может быть, видно будет. Рулевое управление от ВАЗ, от классики. Так, нож вот здесь у нас с возможностью регулирования его наклона. То есть, можно наклонять так, либо так. В принципе, вот как один раз отрегулировали, так больше не трогали. Здесь тяги. Это рычаг. Рычаг управления. Ножом. То есть, можно переключать сюда. Легче, тяжелее поднимать. Ну и амплитуда ножа тоже регулируется. Вот здесь, кстати, как рукоятка крепится. В интернете посмотрели. Вот. От ремней безопасности. Кто-то, какой-то умный человек придумал. Мы у него посмотрели. Очень удобно. Раз. Нож застегнул. Рукоятку. И все. То есть, вот так у нас есть возможность регулировки этой тяги. Так, это промежуточный вал у нас на подшипниках. Газулька. Это, значит, тормоз. Это цилиндр сцепления «Жигулевский». Кстати, вот как вот это, так сказать, дышло сделано, на которое крепится нож. Вот так он на нее надет и зафиксирован штырьком. А здесь у нас вот это вот стержень. С той стороны у него ручка. Можно его вытащить. Он из стулок выйдет. И все вот это дышло можно просто убрать. Так, рама у нас профильная труба. 40 на 40. Здесь пол, чтобы вся грязь провалилась, не задерживалась. Просто прутьями заварили. Так, ну что, вроде, в принципе, все рассказал. Двигатель 11 лошадиных сил, Лифан. Здесь колеса у нас «Жигулевские» на 13. Ну и старый прицеп у нас. Кстати, вот это у нас педаль тормоза. Здесь нажимаем через рычаг. Она тормозит вот здесь колеса. Просто прижимается к колесу труба и все. Ну, это достаточно. Это если на мотоблоке ехать, то тормозов на мотоблоке нет. Тормозим вот такой вот педалькой. Ну, это самосвал кузов. Рычаг выдергиваешь, и самосвал кузов опускается для высыпания. Продолжение нашей поездки за песком смотрите в следующих видео. Благодарю за просмотр. Всем пока.